С 1 декабря мы на 5-6% увеличим пенсию для наших людей, хотя должен сказать, если считать макроэкономически, в среднем как-то делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться в связи, хоть два раза мы повышали там пенсию, небольшим повышением пенсии, потому что это в среднем, подчеркиваю, это выше инфляции на сегодняшний день. Но если мы еще шаг сделаем, то это будет уже значительно преимущество перед инфляцией, хотя, знаете, пенсионеры услышат сегодня мои рассуждения и скажут, ну, наверное, не владеет вопросом, у нас кое-что там подорожало и не на 10%, а на 20%. Я не зря подчеркнул, что я имею в виду среднее значение. Да, поэтому и к ценам несколько раз я обращался и сегодня хочу подчеркнуть. Я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые какие-то вещи. Он живет скромно и в основном покупает продукты питания, простую одежду. И там, может быть, на какие-то группы товаров цены выросли, ну, больше 10%, скажем так. Поэтому и было принято решение по регулированию цен и выработке системы ценообразования, чтобы все-таки наши люди почувствовали, что государство видит эти проблемы и пытается их решить. Насколько это возможно, посмотрим в декабре месяце или в январе соберемся и посмотрим, насколько эффективно правительство и губернаторы работают в направлении сдерживания цен. Спасибо за то, что поддержали наше предложение с 1 декабря поднять пенсию на 5%. Это действительно с декабря по декабрь в результате среднем пенсионер пенсия увеличится на 125 рублей. Хорошо, это люди знают, в СМИ мы скажем, не ахти какие деньги. Пенсионеры у нас небогатые, спасибо им, что они терпеливые люди, понимают, что происходит. Я вообще считаю героические люди, которые при этом еще и власть поддерживают и так далее.